Здарова, ребятушки, с вами Оладушки, мы в Dishonored и охотимся на черную леди бойл, так их будем называть. А там охрана. Мне в принципе туда-то сейчас, наверное, и не нахотя, на самом деле, может и надо. Давайте к охраннику я могу зайти со спины, чтобы он меня особо не тревожил там. Главное, чтобы не получилось, как в прошлый раз, когда... Да, и тут лампочка тоже гаснет. Всё, я понял. А куда он делся? Чёрт. О, а тут есть ещё всякое. Остров Серконос. Отрывок из книги по географии и культуре Серконоса. Серконос истинная жемчужина. Юга славится тёплыми ветрами, острыми приправами и огромными песчаными берегами. Путешественники с другого острова столкнён... Путешественники с других городов стекаются в город Кулеру, а знатные люди всей империи предпочитают Карнаку. Город, расположенный на самом южном краю известного мира. Считается, что одного месяца, проведённого под тёплым солнцем в какой-нибудь гостеприимной деревушке, достаточно, чтобы исцелить почти все болезни. Путешественники привозят с юга новые рецепты и любовь к ярким нарядам. А танцы, которым жители Серконоса обучаются с малолетства, славятся в Даунвале и по всему Гристалю своей чувственностью. Танцы эти охотные перенимают знатные люди. Единственная опасность, угрожающая Серконосу, приходит от узкой полоски островов, протянувшейся на востоке. Этот храпилак веками служил надёжным укрытием для морских разбойников. В последнее время пираты всё чаще нападают на китобойные суда, которые идут домой с грузом ворваний. Понятно. Размножение речных хрустаков. Или хрустаков. Хрустаков, наверное. Выдержка из рабочего дневника Пьеро Джопли... Откуда здесь выдержка Пьеро, блин? Хорошо, ладно, всё, всё, всё. Удивительно, но речной хрустак обладает признаками мужской и женской... Мужскими и женскими одновременно. Интересно, что стало бы с человеком обладать таким достоинством. Стали бы люди тратить время на танцы и ухаживание. Полагаю, вместо этого они бы больше работали и тратили жизнь на более важные вещи. Естественные науки, промышленность, закон. Престарелые члены общества, когда настанет пора, рождали бы потомство на смену себе. Но вернёмся к насущному вопросу. Хотя речные хрустаки способны осеменять сами себя, они обычно спариваются с другими особами. Это часто происходит, когда хрустаки живут колонией. Как это случается, например, если они собрались возле деревянной свай причала? Семена одного моллюска покрывают сразу всю колонию, скрещивают всех тварей между собой. Понятно, что мы подбирали в сундуках. Короче, это жемчужные какие-то, не жемчужные? Я не пойму, я здесь в безопасности. Привет. Вторая картина. Я так хожу, но на самом деле я не уверен в опасности или нет. Давайте я сохранюсь. Тут есть охрана, между прочим. И тут есть переход в другой... А, вот куда этот переход, всё, я понял. А это у нас... А это у нас третья спальня. Привет. Но она не белая. О, а вот это интересно. От подвального хранилища, спасибо. Я мог туда и так попасть. Я с нетерпением жду сегодняшнего праздника. Меня не пугает даже перспектива оказаться среди скучных типов, которые с напыщенным видом... Которые с напыщенным видом обсуждаются финансовые неудачи. Как бы мне хотелось встретиться в этом гадком городе хотя бы одного толкового юного музыканта, чтобы он играл на клавесине и сочинял бы для меня песни Лидия. И шкафчики можно открывать. Возможно, я парочку таких уже пропустил. Надо быть повнимательнее. Итак. Ничего у вас тут так дорого-богато. Интересно. Я уже две картины Соколова нашел, да, получается? Я все еще думаю, я здесь в опасности или нет. Судя по всему, мне здесь, наверное, не рады будут, если че. Туалет открыть? Спасибо. Я, пожалуй, переживу, если не... Мне сделает... Что за мисс Уайт? Вот что мне интересно. Я бы с ней тоже поговорил, пожалуй. Блин. Я в опасности, я понял. Здесь мне быть нельзя. Что за мисс Уайт? Что за мисс Уайт? вам слушай чувак и сегодня будешь спать прям в королевской кровати потрачу 2 усыпляющих в принципе же их не зря это брал вот так хожу хожу спокойно брожу да чувак спать ты конечно будешь королевской кровати но мне для тебя плохие новости спать и тут будешь не один зачем блин дротик тебе в пятку нет так не годится там еще ходит охраны и и много тратить на вас на всех дротики я хотел его сбоку придушить на чувак спи дальше хотел вас богу придушить по-человечески но не получилось сколько их там еще вон один вон второй идет я не знаю пойдет ли он сюда вот чем прикол пойдет я смогу придушить чтобы никто этого не заметил стража размножается еще ну блин ты же не сюда идешь иди туда где ты стоял хочу все дебилы что ли нафига ты обернулся у меня две прокачки тихой обуви и все что только можно ты совсем дурак что ли взял развернулся блин придурок так минус 4 ну блин не проще их так передушить перетаскать чем они потом будто мне выскакивать я их буду убивать на спи дальше все я могу тут спокойно переходить никого больше не осталось ну что я очень надеюсь были разбивать стекла я конечно не буду хотя понимаю что тут можно нажиться немножечко так эту книжку я кстати читал не читал рабочий да 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 читал яйцо семьи бойл на все на всю семью и было только одно яйцо вокруг вроде ничего нет ну да это вот отсюда мы вышли все все более менее разобрали что к чему а а тут что а тут деньги тоже неплохо а зачем это здесь кто знает я думаю можно отсюда сваливать все пойдем вниз я не знаю что за леди уайт не леди уайт сейчас поговорим с ней может быть не поговорим посмотрим а фига ли я в опасности оказался стоп а почему я не понял прикола из-за того что стражники меня раньше уже видели что ли или за чего так кстати я получил ключ от этого да где она была а вы тут спите чего чего а обычай кухне море показалось собачьей кухне думаю фига вы тут готовите это вот сюда вот ключик я получил до чтобы я мог спокойно ходить выходить мне его не хватало нужен рычаг а вот как это работает нужно было сразу просто прийти здесь нажать рычаг я думал ключа не хватает блин я тупанул согласен так другой вопрос что мне теперь делать если я не могу выйти просто туда кого фига мне нужно к гостям мне нужно к гостям а 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 Продолжение следует... Что я, по-твоему... Не, так не годится, ребят. Ты нормально такой стоит, блокирует. До свидания. Это вам не убить пришлось, он меня уже запалил. Кто-то поможет мне, блядь! Помоги! 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 Не делай это! Нет! 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 Интересно, кто вот эта вторая. блины ему в маску зашел этот ротик чё за мисс уайт не интересно что 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 за баги да блин еще и два дротика на нее потратил сколько у меня один дротик остался статья погодите минутку так неправильно короче я не знаю почему такая реакция еще дурак блин я не пойму почему так происходит почему они меня палят и я стал вдруг это я хожу без оружия то что они меня наверху там заметили на так это не имеет никакого значения черт побери это отвратительно это просто отвратительная ой я с ним это я заберу я к ним прикасаюсь они моментально отлетают но они не дохнут типа 1 верное я надеюсь т.к. а 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 я понял так тоже не делал блин черт не хорошо значит если не палиться то можно еще аккуратно без подмоги выйти это блин этот момент вообще меня очень сильно сейчас в ступор вводит потому что ну черт побери я же по-человечески все делал так короче это я заберу чем не делать с этой бойл убивать и не убивать пойди только она мне нужно ну мне тут больше делать нечего я валю по моему что-то пошло не по плану но я очень разочарован потому что ну я рассчитывал что это будет типа как хитмоне но не то что прям как хитмане ну сейчас как бы от improv то что меня запалил охранник наверху ни в коем случае не должно было сказаться не должно было сказаться на том через низ надо выходить опять же говорю ни в коем случае не должно было сказаться на том что меня узнают внизу них нет рация них нет ничего Я в том же самом костюме Вышел к ним без оружия Я Не понимаю, каким образом Кто это сказал? О, я тебе верю Блин Это вот этот придурок Он мне очень много Неприятностей доставил Че ты падаешь-то? Я тебя не трогал вообще Ты зараза Больше всего тут бегал и орал Все Свали отсюда Вот эти ребята жесткие Ладно, все Валим отсюда А ты тут как оказался, дружище? У тебя кошелек есть? Есть Я его заберу Это Помогу тебе с твоим бременем Богатство Нефиг тут орать Отфу ты, я опять не туда захожу Не сюда Первая половина Прошла идеально Да, нужен рычаг Я вообще никого не трогал Никого нигде Ничего Вторая половина Прошла просто Отвратительно Потому что Блин Вот этого не должно было случиться Я не палился Если что Да, в катаком Вон водка Самуэля Ох, как я этого не заметил В прошлый раз Тут уже все открыто Тут можно было тихо сбежать Мне интересно Кто была та вторая леди Я, по идее, должен был с ней Спокойно уметь поговорить Он там не стреляет Если что Привет, чувак Очень Давай, валим отсюда Поплыли Блин, не знаю То, как все это закончилось Мне не понравилось Руны 3 Костяных амулетов Где-то я один упустил Ладно, пофиг Светилище нашел Картины нашел Еще полторы тысячи золота Где-то не нашел Но это, в принципе, я понимаю Дом был богатый, большой Бито простых жителей Да, блин Как всегда Хочешь по-нормальному Получается через задницу Она меня просила не убивать ее Но, видимо, у меня был способ Как-то ее Или подговорить Или все Но Благодаря вот этому всему Что Ладно У меня появилась новая руна В моей комнате, что ли? Я сразу схожу Если вы не против Человек в маске Это записка для вас Ваши действия Не остались независимыми С кроватью Вы найдете записку Небольшой подарок Спасибо Идемте Посмотрим Ну, подарок я вижу Какой подарок Кстати, насчет ветра Возможно Возможно Если я прокачаю его На второй уровень Тогда он будет выбивать Крепкие двери Или же Крепкие двери Вообще нельзя выбить Что, в принципе Я готов в это поверить Спасибо Кто бы вы ни были Я хочу поблагодарить вас За то, что пощадили Хотя бы часть моей семьи У всех есть враги О, часть семьи Это Может бойлы У всех есть враги Особенно у нас Женщины Семьи бойлы В некотором смысле Вы оказали мне услугу Так что я хочу Наградить вас Передаю это Через своих слуг И дальше По цепочке К вашим людям Надеюсь Впредь на наши пути Никогда не пересекутся Или это и был Хорошее развитие событий То есть убить Только одну сестру Вместо того Чтобы убить трех Я мог тупо вломиться Убить трех Не разбираясь Ладно, я не знаю То есть Ну, я так понимаю Что В итоге есть Хорошее и плохое Развитие событий Хорошее С точки зрения игры Хорошее Это никого не убивать И обойтись Каким-нибудь там Кстати, не знаю Отправить людей На каменоломню По-моему, это более жестоко Чем убить Вот А плохое Это просто убить Возможно, здесь Хорош это было Убить одно А плохое Убить всех трех Кто знает Кто знает Так Пендельтон Иди сюда И теперь мы Убираем с женщиной И ноблой И с теми Но Бойла Была Она помогла Регену Убили Имприз Так что я не чувствую Ничего Для нее Специально Я слышал Что ты Убилил Мой импульс Убил Стихом И Убил Риск Для Своей Я хочу Спасибо Это Тварино Тупая Блин Я тебя убью Прямо Лежащие Возможности Я тебе Обещаю За твою Честь Ступаться Блин Ты Убил Тварино Тупая Но Я Бо Это Не Прямо Хавлок И Мартин Убил Убил Они хотят Видео В Хавлок Чемберз Прямо Более Тварь Это Того Стоило Скотина Почему Я не могу Его Убить Подставил Меня На Дуэль Короче Спасибо Что Вступили За Мою Честь Какая У тебя Честь Если Ты Вместо Себя Выставляешь Человека Который Будет За Тебя Драться Блин Это Вообще Че Такое Скотины Кусок Серьезно Сейчас Убил Блин Игра Мне Не Дала Тебя Убить Как только У меня Будет Возможность Все Тебе Кранты Собака Пендельтонская Ладно Нервы В коробочку Че Вы Хотите От Много Мы Что К концу Игра Уже Подходим Которые 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 Так что, в Дунмол Тауэр, он восстанавливает все остальные люди остальные рядом с ним. Он знает его. Он знает, что ты придешь. И все зависит от него быть корректным. Пьерро поможет тебе подготовиться, а потом Сэмюэль тебя прибавит тебе близко к Тауэр, близко к водопаду. В последнее время, когда ты был там, был такой ужасный день, когда все это началось. Теперь ты идешь там и закончишь. Добро пожаловать, Корло. Я не уверен, что еще мы можем сказать, а то, что наши успехи идут на тебя. Я заберу. Ключей много не бывает. Спать не буду, я не вижу в этом смысла пока что. Пьерро! Фигаро, ты где? У меня схемка новая есть, надо. Да, 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 хочу, давай. Я могу сделать что-то. Практически. Создай мне космический двигатель третьего масштаба. Так, клейкая граната, доступно на улучшение. Что мне по деньгам? У меня 3800 монет, кстати, неплохо. Позвольте использовать гранаты, липнувшие к цели. Хорошо. Это я беру. Уговорили. Теперь, что я еще хочу? Я хочу... Отклейки гранты я могу, кстати, и купить. Дротики хочу. 3000 у меня осталось. Запас пуль, запас болтов. Запас болтов давайте я возьму. Дальность пружинной мины давайте возьму. Я ее вообще еще ни разу не пользовался, но чисто теоретически, когда я захочу этим воспользоваться, лучше пусть она у меня будет. Давай тогда, раз уж я качал гранаты, давай запас гранат тоже прокачаю. Да пофиг, давай сюда все. Насколько денег хватит, то и сделаем. Запас пуль. Все! Остались только перезарядка пистолета, магазин пистолета и метки пистолет. Все для пистолета, то, чем я пока не пользуюсь. Спасибо. Потому что я вам попробовал уже пистолетом попользоваться, мне это вышло боком. Руну я забрал. Ну да, руну точно, я хотел сказать. Тфу ты, но не тфу ты. Что у нас по амулетам? У меня будут обозначаться, какой из них новый, какой? Нет, конечно не будут. Зачем? Сердце буйвол. Тогда я не буду сейчас их смотреть, потому что это будет долго. Один. А, у меня две руны. У меня три руны? А когда я успел три руны получить? Жадная стая. Я этим, кстати, тоже еще не пользовался. Но я людей не особо... Ну я и убивал, конечно, людей. Так. Восемь рун для остановки времени. Остановка времени я тоже, кстати, почти не пользуюсь. Ладно. Жажда крови. Да, это мне не надо, я это уже смотрел. Высота прыжка увеличена, и урон при падениях снижается. Наверное, вот это я бы себе еще хотел. Еще и скорость передвижения увеличена. Ну я вообще в ниндзя превращусь. Противень, который вас не заметили, после смерти обращается в прах. После смерти. Чего я опять же стараюсь не делать. А тут надо четыре. Ураган и ветер способен выбивать двери. Стоп! Разрушает двери. Второй уровень способен выбивать двери и убивать врагов. То есть все-таки... Хорошо, давайте я накоплю на ураган. Возможно, мне это понадобится при открытии дверей. Как универсальная отмычка. Все, поехали. Так иди разберись, ты такой, блин... Да, давай, поехали. Давно пора с ним разобраться, да. Я бы и сам сходил, но я занят, мне нужно лодку чинить. Ай, блин, это понтовщики. Или понтовщики. В общем. Я так понимаю, сейчас будет просто звездец, как Хардова, да? М-м-м. М-м-м. Угу. Да. Угу. Ух-ха, ты так как... красавец взял похоронил меня сразу а ты хочешь чтобы я плыл ты дурак а так и в 5 я там кстати ту дверь таки не открыл черт побери да потому что мной охотились я думал я выйду за мной не будут охотиться но фиг вам вот там как раз и хранился тот амулет который я не смог достать все я понял залезь пожалуйста спасибо издеваешься на фиг да через такие штуки лезть очень круто пошли отсюда на фиг А зачем я туда-сюда хожу? Что мне здесь делать? Не, погоди. Этот сверху кашляет. О, там мертвый чувак, если что. Труп. Привет, труп. А зачем я здесь? Понял. Давай, я понял. Не стоило так делать. Загрузите меня, пожалуйста. Да. Почему я не достаю? Туда же я не смогу портнуться? Нет, конечно. Отлично. Ключ от двери. Так, ребятушки, я тут немножечко... Тот чувак, он оттуда не дошел, мне пришлось его задушить и портнуться на балкон и придушить еще вот этого. У меня тут небольшая заминочка, поэтому начнем теперь с этого момента. Так вот, меня просто немножечко отвлекли, уже извините. У меня появилась идея воспользоваться вот этой крыской. Я могу, кстати, и туда портнуться, да? Могу. Это я сейчас отключил стену, да? Да. Ищите все вокруг. А, вон они, кстати, ходят ищут. Так, чувак, ты... Блин, неужели этого чувака нашли, да? Которого... Да-да-да, видимо, он... Блин. Ты не офигел? Нет, ребят, так не пойдет. Извините. Так. А, ты с ними, таким образом, сразу ведет. Я тебя понял. Не-не-не, не старайся, не надо меня бить, я загружаюсь. Ха-ха-ха-ха-ха. Так. Что мне, получается, надо? Мне надо с этим чуваком портнуться туда, чтобы они меня не заметили. Ага. Ага. Там есть еще один перец, и он меня не видит. И не увидит. Я вас понял. Хорошо. Давайте тогда здесь. Мне просто пришлось очень быстро отсюда сматывать, поэтому я бросил вот этого чувака, и... Еще много чего сделал. Я их сейчас сюда поперебросаю по возможности. Все. Вас не найдут. Отлично. Теперь я могу сделать вот так. Вот так. Вот так. И вот так. И все. И трев... Или есть тревога. И, блин, я не успел заметить, что мне там сейчас сказали. Или не сказали. Думаю, все в ажуре. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Так. Я бы, на самом деле, все-таки вселился бы в эту крыску. Электричество я тут вырубил. Интересно, насколько мне хватит... Раз, два... Я бы еще просто хотел бы посмотреть всякие штуки, которые здесь происходят. Ага, тут понизу толпой ходит. Понятно. Сюда лучше не ходить. То есть, это, видимо, обходной путь. Но... Крыска сдохла. Понятно. Короче, вниз я зашел зря. Блин, я уже сколько раз поперезагружался. Но мне интересно было. Ладно. Все, крысы. Мы просто мчим вперед. Вниз не заходим. Внизу толпой. А я опять не проверил на руны и амулеты. В принципе, ладно, пофиг. Сейчас я куда-то в безопасное место заберусь. Чтобы... Меня не нашли. И тогда будет все норм. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Это та беседка. Ой, там толпой ходит. Черт побери. Тварь. Как ты меня заметил? Я в темноте сижу. Все дела. Ладно, давайте без крысы. Посмотрим, что мы можем без крысы намутить. Без крысы. Внизу ходит толпой. Без крысы. Ай, блин, нет. Короче, все, я понял. Извините, что, блин, сто пятьсотый раз уже загружаюсь. Короче, да. Крыса это единственный правильный выбор передвигаться здесь. Вот, другого никакого выхода здесь нету, потому что иначе они офигеть как палят. Или придется их всех убивать. Или, я уж не знаю, тут есть какая-то что-то где-то. Только не сейчас, не сейчас, не сейчас, не сейчас, не сейчас. Наш, ну да, вон было. Там дверь? Или мне показалось? Черт, ты же меня тут не заметишь? Не заметишь, молодец. Все, сохраняемся здесь. Все, что это вода делает, это привозить москидов и приглашать фирменов в храм. Надеюсь, тут никого больше нету. Так, маяк. Ух, наконец-то, мы куда-то дошли, блин, не прошло и полгода. Выдержка из исторической книги об острове Кинг Спарро. Остров Кинг Спарро расположен на середине реки Ренхевен. До прошлого века он использовал исключительно рыбаками, и лишь из-за того, как там проводились религиозные церемонии. В времена морлийского мятежа на острове был построен форт и обустроена гавань, признанная защитить город с моря. Вскоре после террористической гибели императрицы Джусамин и Колдуин, это произошло во время эпидемии красенной чумы, действующий лорд Рейгент Даунволла Хайрем Бэрроз приказал построить на острове современные укрепления и маяк. Так, маяк Бэрроза, строительство, которое завершено не так давно, представляет собой настоящее чудо. Внутреннего работают удивительные устройства, соколовая энергию, и маяк получает из ворвания. А это, насколько я понимаю, вот, собственно, это не то место, которое нам нужно. И еще меня очень, кстати, интересует вот та беседка, возле которой мы были крысюком. Мне бы очень хотелось попасть туда еще, но я боюсь, что если я это сделаю, начнется бойня. Что у нас по рунам и сердцам? Руны сердца. 99, 73 и 115. Что меня огорчает? Меня, пожалуй, огорчает то, что нету какого-то человеческого способа убирать толпоев по-быстрому. Блин, тут эти гадости. Я, пожалуй, сохранюсь и... О, это я забыл, не обратил внимания. Баг с ворванью. Блин, как будто... Как будто какая-то обидка такая. Ворван, ну ты и ворван, чувак, да? Я могу? Блин, я не уверен, что я хочу это делать. Ясно. Я произвел шум. Блин, мне хочется... Сразиться с одним из них. Но я боюсь, что это плохо для меня закончится. Долго он там, интересно, тусит или нет? Черт, совсем недолго, понятно. Блин, я не то хотел сделать. То есть, по сути, я сейчас могу, если я попаду внутрь, то я попаду внутрь. А, тут дело в другом. Или я пропущу... Все эти плюшки, которые здесь есть, и просто попаду внутрь. О, тут так можно. Это меня рыбка кусает. На рыбку, в принципе, пофиг, наверное. Туда наверх я не могу. Я молодец. Сюда. А что у нас тут вообще? Ух ты ж, ё-моё. Ты, чувак, идешь спать. Ну, что? Где я убился-то? Че-то сейчас произошло? Я просто за стену перепрыгнул. Вот это сейчас было коварно так, чтобы есть лёжка. Не-не-не-не-не. Рыбы. Валите от меня. Так, хорошо. Давайте я тут уже сохранюсь на этой стороне. Вон этот фарами светит. Спокойной ночи. F5! Ух. А где этот перец? А, вон он. Вижу. Мне хочется просто всё-таки туда попасть. Одна руна прямо здесь. Другая руна нет. Другая руна далековато. Хорошо. Мне хочется тут пошариться. Поэтому я сейчас потратил два эти дротика. Мне просто посмотреть, пособирать. Серьезно, очень, очень и очень жаль, что нельзя Толбоев как-то выносить. А если и можно, то я не знаю. Запретная территория. Капитан Браймонд. Прошу поговорить с одним из ваших подчиненных. Капрал Кейс. Ваш подчиненный, я полагаю. По словам дежурного офицера, Кейс приходил утром в подвал, где встречался с королевским палачом. О чём они могли говорить? К тому же мне сообщили, что Кейс появляет интерес к оккультным зданиям. Я не смотрел, мне плевает, чем он занимает свободное время. Но запретите ему даже приближаться к палачу. Подвал. Запретная территория для наших людей. Майор Хокинг. К чему бы это? И этого тоже к чему? Что я сейчас сделаю? Ну-ка. Ты дурак? Почему он не вставился, не скажете? Странно. Должен был на самом деле. Ладно. Здесь, возможно, я могу быть спокоен. Да, вот, во-первых, руна. Это, кстати, вот этого капрала, не капрала, как этого перца. Проходимость катакомб в месяц сетей. Отрывы к записи приложены к офицерскому докладу группы 17А ремонтной службы. Меня просили изложить проблему. Ну, так вот она. Год из года в месяц. Это не... Это мы читали еще в самом начале эту запись, кстати. Окей. Значит, получается, у нас с этой стороны остался только амулетик. Я пошутил. Я пошутил, черт побери. И там толпой ходит. Это тот самый, который... Ага. Почему сигнализация начала работать? Она запалил, нет? Надеюсь, что нет. Где там еще раз? 90 метров туда. А что там? О, там этот чертяга. Так, стоп, F5. Меня просто сейчас любопытство ведет посмотреть на все это. Я боюсь, что я потом пожалею. Где? В смысле? Вы хотите сказать, что он на той стороне остался? Черт побери. Ну, значит, я его уже не достану. Туда прям вот так назад я не пойду. Извините. Так, интересно, а тут у нас кто-то остался или нет? Тут баки с ворванью стоят. Я так полагаю, что толпоя можно взорвать вот этой фигней. Если в него кидать, то ему будет хорошо от этого. Так. Ну да, вот альтернативный путь, как сюда можно попасть. Вот. И, собственно, мы им уже воспользовались. И наверху мы, чувачка, усыпили. Ой, кстати, я тебя не обобрал, извини. Моя ошибка. Сейчас мы пойдем еще наверх глянем. Я думаю, его тоже можно будет обобрать. Как бы меня... Да, отсюда-то толпой не засек. Надо аккуратнее. А то он ходит, блин, он, зараза, неадекватный. Видит все, всех. Мне бы все-таки в ту беседку попасть. Там офигеть, как интересно. Как бы для меня сейчас стоит такая... Не то чтобы дилемма, а... Если я туда попадаю, мне придется драться с толпоем. А я этого не хочу. А вот, кстати, и местечко, куда мне надо. Да, я так вижу. В башню. Черт с ним, идем в башню. Башня Даунгола. Комната палача, кстати. 100 метров. Руна 43 метра. Станция вещаний. Куда мне тоже надо? Погодите-ка. А то, что он мне показывал руну снаружи и руну внутри, это одна и та же или нет? Вот это мне сейчас интересно. Надо будет это проверить. Но знаете что, ребятки? Проверять мы это тогда будем уже в следующей серии. Давайте прямо здесь сохранимся. Добрались до башни. Да, я там что-то упустил, что-то можно, наверное, было бы сделать лучше, но оставим пока так. И так поперезагружались, блин, сто пятьсот раз. Все, ребятки. Спасибо, что были с нами. Увидимся в следующих сериях. Всем удачи, добра, поправ. Всем молодушек, всем пакета. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok